Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Всегда есть что сказать, послушаем правду. Обсудим такую новость, что уже официально можно говорить, что в оккупированной части Донецко-Луганских областей и на границе вдоль российско-украинского, начиная от Смоленской области, хотя она и не граничит с Украиной, а Брянская граничит, находится и до Ростова, и в Крым, конечно, считая оккупированный, находится порядка 90 тысяч военнослужащих, разных представителей вооруженных сил российской армии. То есть все рассказы Путина, Пескова, Лаврова и всех прочих, Патрушевых, о какой-то там миролюбности, что они там воркуют как голуби, это ложь, абсолютная неправда. А правдой является то, что Путин дал приказ сосредотачивать действующие войска на украинской границе, чтобы быть готовым к нанесению в нужное время прямых ударов. И не только с территории, скажем, Луганско-Донецкого анклава, а и с Ростовской области бить. И войска стоят напротив Харьковской области, и напротив Брянской области, как известно, граничит с Черниговской, Сумской областью. То есть надо говорить реально, что по сути имеется не просто там какое-то противоречие или формула мирного сосуществования с Москвой, а есть первая фаза войны. Пока это война низкой эскалации, но при определенных условиях это может развернуться тотальная крупномасштабная война на уровне двух государств. Российской Федерации как главного агрессора и Украины, которая должна защищаться. Украина на сегодняшний день, слава Богу, благодаря патриотизму украинской нации и формированию, восстановлению так или иначе украинских вооруженных сил, которые были полностью, я подчеркиваю, полностью разрушены, так же как наш военно-промышленный комплекс в период предательской, злонамеренной деятельности правления бандитского режима Януковича и Азарова. Прямо скажем, это бандиты, которые выполняли функции кремлевских агентов, они таковыми, наверное, являются. Тот же Азаров, я думаю, у него есть чин в КГБ, по всем показателям это видно. Ну, а Янукович это просто разбойное быдло, рецидивист, которого, тот же, его же подняли, понятно, кто члены Донбасского бароната, просто Ахметова и других, Звигильского надо более подробно расспросить, или того же Иванющенко, они бы более детально про это рассказали. Да и Королевская, и Шуфрич могли бы рассказать, и Фремов про эти все вещи, они же тоже это все знают, да и многие другие есть. Так вот, их цель была уничтожить Украину, и они, собственно, это и делали. Ясно, что они сбежали, и будем прямо говорить, Янукович на коленях просил Путина о том, чтобы он ввел свои войска в Украину. Ну, Путин же такой, как говорится, дошлый КГБист, очень осторожный, он понимал, чем это может для него и для Москвы завершиться, и он тогда, даже в тех условиях, он на это не решился. Он не решился. Ну, а сейчас, тем более, он не пойдет, потому что, по сути, только на Донецком направлении, вот в этом, где 450 километров, находится группировка украинских войск с полной мобилизационной готовностью, где-то тоже от 80 до 100 тысяч. То есть, силы адекватные. Чтобы наступать, всем известно, надо наступающим иметь хотя бы четырехкратное превосходство. Поэтому Путин понимает, что традиционными, классическими методами он не может напасть на Украину. Он может попытаться напасть со стороны, вот там 41-я армия стоит в районе Смоленщины, выйти на Брянщину и ударить по Черниговщине и Сумщине. Не может, но это тоже для него чревато тяжелыми последствиями. Пойти ударом вдоль Азовского побережья, выйти на Мелитополь и Запорожье, чтобы пробить дорогу Крыму, тоже может быть попытка, но там он тоже получит. То есть, речь должна теперь только идти об одном. Это способны ли украинские власти, украинская армия, но она, видно, я думаю, готова. Надо в случае перехода к вооруженным действиям, надо наносить удары по российским городам. Ну, понятно, не по гражданскому населению, а по промышленным объектам, военно-оборонным объектам, по нефтеперерабатывающим заводам, по атомной Курской станции, по Воронежской атомной станции. То есть, логика будет такая. Это будет тотальная война на уничтожение по нефтехимам, по металлургическим заводам. То есть, надо, чтобы кремлевская вот эта группа этих кагибистских старцев, типа Галушек и прочих, и генералов Советского Союза, которым по 90 и более лет, они должны понимать, что их ждет. Ну, им-то все равно, конечно, но что ждет их, так сказать, бизнес и всех остальных. А как долго молодые будут этому подчиняться и слушать этот старческий маразматический синклит, который под этим зигуратом сидит, Ульянова Бланка, этой сатанинской мумии антихриста. Вот это вопрос. То есть, фактически, есть же здоровые силы на территории полураспавшейся Российской империи. Почему они, в конце концов, не могут прекратить вот эту эскалацию военных действий и попытки напасть на Украину и поглотить Украину? Почему они не пойдут по линии, в которой шел тот же Ельцин, тот же Горбачев, ну, Горбачев, а потом Ельцин? То есть, как распался Советский Союз, так должна распаться и нынешняя сублимация под названием Российская Федерация. Это было бы правильно. То есть, есть 21 минимум национальное протогосударство на ее территории, им надо дать полную независимость через референдумы, они должны своего ли излияния, те люди, которые там живут, выразить. Таким образом, произойдет мирный распад вот этой кагибистской, бандитской, полуостаточной, атовистической сублимации, которая претендует на восстановление типа имперской какой-то, даже не знаю, как его мягко выразить, структурировать имперской структуры в наше время, в 21 веке, пытаться восстановить какую-то империю. Это еще один маньяк, тиран есть там, который в Турции сидит, Эрдоган. У него тоже в голове вот эти шарики за ролики заскакивают, и он там себя представляет, что он там будет восстанавливать Османскую империю. Ну, то есть, это им как пробленно, что-то им кто-то в голове что-то там сделал, и они вот это тот один империю, там, Московскую и Российскую восстанавливают, тот Османскую империю восстанавливают, там, просто одни империалисты на сегодняшний день. Но это невозможно. В 21 веке люди хотят быть свободными. Наоборот, мы живем в период, когда идет разрушение, я уже говорил об этом, так называемых сублимативных государств, не имеющих геополитической общей миссии. И мы это будем видеть, потому что рушится мировой порядок 19-20 века. Он рушится. И его добивает эта летучая мышь в виде этих всех, так сказать, локдаунов и всего прочего. Его добивает рушащаяся мировая экономика, и сейчас его начал добивать вот этот энтропийный хаос мирового энергетического рынка. Причем именно газовый, прежде всего, элемент, но к нему подтягивается и нефтяной, и угольный элемент, и электричество. И в этой связи, конечно, очень драматические события в Украине с этой электроэнергией. Украинские ситуации очень тяжелые в нашей электросистеме снабжения электричеством и Украина запросила экстренную помощь у Словакии и у Беларуси. То есть, начались поставки, причем, достаточно дорогие электроэнергии из Беларуси, которая всегда была импортером электроэнергии из Украины. И Словакия тоже сейчас подключается к этому. Ну, тем более, что вот Зеленский с президентшей Словакии, Чапутовой, или как там ее, они подписали общий меморандум. Это пятая страна, которая тоже поддержала стремление Украины для получения перспективы в вступление в Европейский Союз. Может, Европейского Союза не будет, но это достаточно такой все-таки определяющий документ союзнического значения и он очень важен для отношений между Украиной и Словакией. И мы видим, что плюс это облегчит задачу борьбы вот с этими контрабандистами закарпатскими и в том числе наркоборонами и те, которые поставляют и табачные изделия и этот алкогольные напитки в контрабандной на территорию Евросоюза. Пора все-таки с ними уже заканчивать. Кончать их надо, потому что это все фактически мультимиллионеры, а может, даже долларовые миллиардеры. Сидит там маленькая группка, фамилии их известны, и они народные депутаты в Верховном Совете и создали какую-то сепаратистскую структуру в облсовете типа региональную, политическую. Поэтому это уже просто выходит за всякие рамки. Когда какая-то кучка воров, бандитов, ну, кто такие контрабандисты? Это воры, бандиты, вот, наживается на том, что поставляет просто вот эту всю контрафактную продукцию, причем, ну, скажем так, она вредит здоровью, даже по-любому. И при этом они себя отлично чувствуют. И все знают, их сети знают, их поставщиков знают, куда это все идет, и знают их собственность, и никто не принимает в этом для их уничтожения никаких действий. Сколько это терпеть можно, вот это непонятно. но я думаю, что этому уже конец близок, и с этим надо заканчивать, потому что это неприемлемо для генофонда ни Украины, ни Словакии, ни других каких-то государств, куда, Германии тоже, потому что туда основная часть этой продукции и наркотрафика идет. И это очень важный момент, и надо про это постоянно помнить. Таким образом мы видим, что в целом очень в мире и в Украине напряженная ситуация, и Европейский Союз, вот он боролся за то, что Газпром российский должен перестать быть монополистом, торговать через биржи с потовой газом, вот он и начал торговать, и таким образом практически взорвали ситуацию. Больше 50% теперь российского газа продается через биржи, но никто же не подумал про другое, что тогда ограничить, наденьте уздечку на хеджирование, на хедж фонды, которые практически закручивают цену минимум в 2-3 раза. То есть цена реальная, ведь это реально газ, который продается через фьючеры, он выкупает, то есть реальных контрактов это максимум 30%, а все остальное это так называемое дутые бумажные пузы, это специально делается для того, чтобы типа уйти от рисков, но это спекуляции, и наживаются какие-то группы, тут всем этим маленькому среднему бизнесу доказываешь сколько там ты копеек заработал, честный там ты не честный понапридумали в Украине понятно тоже с подачи типа борьбы с коррупцией там США борются еще там ЕС борются эти бенефициары которые на уши всю страну поставили зарегистрировать а тут через хедж-фонды просто идет колоссальное бандитское отмывание миллиардов сотен миллиардов денег и все молчат но ясно что тут же есть смычка политиков и теневого мирового бизнеса так называемого транснационального бизнеса через хедж-фонды и вы не можете это разрезать да элементарно это все можно разрезать отделить одно от другого тут уже германский потребитель уже просто благим матом орет вся экономика Германии летит в тартарары потому что цены на газ выросли страшно словацкая экономика летит в тартарары муниципалитеты не могут по такой цене газ Чехия то же самое то есть Европа сама себя поставила на уши в результате вот этой политики энергетической европейских бюрократов которые подумали о том как типа перестать чтобы Газпром перестал быть монополистом но не подумали о том кто на этом будет наживаться и выйдет другая смычка Газпрома с хедж-фондами вот и все Путин опять всех отдел так вы что там сидите вы там для чего для чего вы там сидите только чтобы с китайской мышью бороться или с чем еще летучей то есть то есть фактически мы видим совершенное такое вот неэффективное стратегическое управление энергетической политикой Европейского Союза это конечно недопустимо это абсолютно но тогда государства сами должны про это думать про свое будущее если они хотят чтобы люди не ну восстание просто начнутся ведь зимы что еще не было еще декабрь январь февраль март а может ноябрь будет минус 15 так что же тогда будет кто-то понимает вообще последствия поэтому я думаю что как бы ситуация очень сложная и Украина конечно имея добычу своего газа она как-то более-менее наверное протянет эту зиму но становятся предприятия это понятно промышленные там нефтехима становятся и другие химические предприятия те что удобрения производят это все станет понятно но это фиртошу это все частные предприятия уже останавливаются теплоэлектроцентрали потому что угля нет потому что самый качественный уголь добывался на оккупированных территориях 100% атроцита и почти 60% угля а города эти так и не возвращены 2014 года война идет уже сколько 7 лет и это только начало и плюс готовится крупномасштабная война поэтому как бы мы не видим реальных действий со стороны правительства то есть мы можем сказать что Шмигаль как человек Ахметова Ахметов он вообще в этом новинске Ахметов это люди совершенно далекие от интересов Украины и ну их надо просто изымать с территории надо и Вонюченко заниматься который типа где в Монако находится или где он находится то есть князю обращаться почему у него что гражданство Монако дано ему или как то есть какие-то есть вещи которые Зеленскому для удержания рейтинга он у него все-таки все равно падает хоть и больше всех вот сейчас рейтинг дал ему показал ну реальный рейтинг у него 25% в первом туре Порошенко в два раза считайте меньше практически имеет то есть никто не может Зеленского перебить и так же как его слугу народа все равно не будут правительство формировать если они еще сейчас снизят барьер до 3% то тогда там будет окрошка в Верховном Совете можно хоть сейчас выборы проводить и соформируют коалиционное с кем-то правительство и все практически власть Зеленского его корпорации на сегодняшний день пока что не поддается сомнению не поддается сомнению и нет такой фигуры которая могла бы с ним бороться но газ зима морозы плюс всякие так сказать форс-мажоры лебеди черные мыши летучие они конечно могут серьезнейшим образом сломать власть очень многих и тиранов но и другие страны в Европе да и в мире фактически то есть может произойти разрушение мирового мировой системы государств экономик мирового хозяйства то есть эта зима может быть стать просто какой-то энтропийно энтропийным фактором который разломает все на земле и как мы видим нынешние правители ни в Европе ни в других странах не знаем еще до конца как бы линию США в этом плане они не способны противостоять нынешним угрозам вызовам они вообще не понимают что происходит они действуют по старым схемам по как бы по тем кубикам которые их на которых их как это конструктор лего на которых их всех научили ну вот я таким образом бы сформулировал нынешний текущий момент и думаю что ситуация будет с каждым днем обостряться всего вам доброго и до новых встреч в эфире вы на канале Олега Соскина подписывайтесь ставьте лайки рекомендуйте друзьям всем счастливо спасибо спасибо Продолжение следует...